Холодная погода отодвинула в этом году период пыления растений и деревьев, а частые дожди снизили риски обострений аллергических заболеваний, утверждает доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского федерального университета. По ее словам, тополины пух не содержат вещества, которые способны вызвать аллергию у людей. Аллергию вызывают белковые молекулы, которые содержатся в пыльце растений. Сам пух не содержит таких белков. В последние годы было много споров о необходимости тополей в мегаполисе. Однако специалист Казанского университета утверждает, что данное дерево нужно сохранить, поскольку плюсов у него больше, чем минусов. Во-первых, тополь собирает пыль. У него клейкие листья, и пыль садится на эти листья, а потом дождями смывается. Напомним, что уже четвертый год группа ученых Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета ведет мониторинг пыления аллергенных растений в помощь людям, страдающим аллергией. А по предварительным анализам в Казани сейчас наблюдается высокая степень риска возникновения аллергических реакций на пыльцу злаков и грибов, нежели на тополины пух. Еще одним итогом проводимых исследований в различных районах Татарстана станет создание полинологического атласа республики. К работе над ним ученые приступят после нескольких сезонов наблюдения. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универы Ньюс.